добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам о пении ангелов в храме на афоне ангел значит вестник ангелы возвещали людям волю божию но ангелы не только вестники а еще и певцы пение ангелов ликования неба ангелы на небесах всегда видят лицо отца небесного ангелы всегда с богом а разве может не ликовать тот кто с богом в ветхом завете господь не сподоблял людей слышать ангельского пения только праведному многострадальному и его сам господь приоткрыл тайну и да сотворены выше звезды восхвалившими огласом велием все ангели мои радость жизни радость бытия ангелы встретили чудным хором словословие божие пророк исайя созерцал высший ангельский чин серафимов предстоявших величественному престолу божию взывали они друг к другу и говорили свят 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 господь вся земля полна славы его и только когда родился христос когда волхвы шли вслед за чудесной звездой а простые пастухи охраняли стадо овец ангельское пение озарила наш земной мир чудным словословием слава вышних богу и на земли мир в человек их благоволение бог стал человеком небо явилась на земле и потому люди обретают родство с ангелами весь смысл христианской жизни в том чтобы мы оказались там где сейчас ангелы в новом завете ангелы поют для чистых сердцем людей ангельское пение принадлежность не только святых строк писания святой игнатий богоносец в видении созерцал ангельские хоры воспевавшие в антифонах присвятую троицу и по подобию ангелов ввел антифонное пение в антиохийской церкви в пятом веке во время землетрясения в константинополе люди собрались для общего моления согласно преданию один мальчик был невидимой силой поднят на небо затем он вернулся и рассказал что слышал как ангелы пели святый божий святый крепкий святый бессмертный люди повторив эту молитву добавили помилуй нас и землетрясение прекратилось ангельское пение дается как утешение как свидетельство того что рядом с нами наши небесные покровители они соучастники божественных служб и они певцы чудного промысла божия преподобный пимен в 1834 году слышал в успенском храме ангельское пение он слышал пение ангелов приехав в никола угрешский монастырь а на месте его собственного погребения слышали то же самое пение теперь там стоит посвященный преподобному пимену храм место где ангелы незримо присутствует и воспевают бога людям дается услышать ангельское пение когда они этого специально не ждут если пение идет из небесного царства то это не может оставить никого равнодушным в любом храме есть ангелы они воспевают бога и становятся близки смиренной душе когда мы вступаем в православный храм вспомним что и здесь ангелы поют слава вышних богу и на земли мир в человеческих благоволения бывает что люди слышат пение ангелов и в наши дни один юноша во время паломничества на святую гору афон остановился в гостинице одного из монастырей ночью он услышал доносящийся из храма песнопения он подумал что началась служба и спустился к храму однако двери храма были закрыты на замок тогда он заглянул в окно и увидел поющих ангелов он быстро побежал в свою комнату за магнитофоном и через окно храма записал голоса ангелов которые в тот момент пели херувимскую песнь это были древние византийские песнопения которые вы слышите на данный момент на этом на сегодня все в следующий раз я расскажу вам о лике иисуса христа на скале в горах оставляйте свои комментарии что вы думаете об этом чуде а также присылайте истории о чудесах божьих о которых вы знаете если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога думаете что люди произошли от обезьян то ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит всем пока